колонка редактора на репортере я по-прежнему виталий хемий давно мы не говорили о спорте околоспортивной тематике как правило я стараюсь все таки не проходить мимо событий связанных с большим спортом связанных с большой политикой политика есть спорт спорт политиков давайте не будем забывать на этой неделе на самом деле даже чуть раньше президент украины владимир зеленский подтвердил намерение украины президент это украина почему бы нет принять чемпионат европы по баскетболу 2025 года украинских городах что ж такая традиция раз в 10 лет заявлять о том что украина все-таки примет евро баскет сразу оговорюсь идея мне симпатична я считаю что несмотря на все финансовые экономические трудности проводить подобного рода турниры до евро баскет это не чемпионат мира по футболу ли чемпионат европы на тоже все-таки уважаемое масштабное соревнование проводить нужно пенсии тарифы отдельно проведение таких мероприятий отдельно давайте сразу договоримся потому что ну не стоит говорить о том что вот проводят какие-то чемпионаты какие-то турниры забавы а у нас тут пенсионеры голодают должно развиваться все и социальная составляющая и вот такая вот если хотите имиджевая составляющая нашей страны ну как всегда есть вопросы те арены которые будут принимать евро баскет если украине доверят этот турнир а я честно говоря не вижу а сейчас преград почему бы не доверили евро баскет принимали кажется уже все страны континента все вот украина одна из немногих кто не принимал ну вот так вот выходит арены планируют построить киеве во львове в днепре и в одессе ключевое слово построить мы полгода назад с вами говорили о том что идея строительства в одессе нового дворца спорта вот витает уже не первый год кстати после того нашего разговора не на шаг идея не продвинулась владея строить она остается строить возле аэровокзала хотя мы если помните говорили что вот есть территория возле пересыпи земля которая тогда может быть и сейчас принадлежит игорю коломойскому свайное поле давайте не будем забывать что есть в одессе дворец спорта в центре города мы прекрасно понимаем что то что вот окружает постепенно дворец спорта она запускает обратный отсчет существования этой арены я может быть для кого-то раскрою тайну но мы сами прекрасно все понимаем и все-таки почему бы советчикам президента там есть люди которые разбираются в спорте не обратить внимание на то что не обязательно в лыке будивництва подразумевает под собой строительство чего-то вот нового да хотя мы прекрасно видим на примере школ детских садов объекты строились а тут просто пришла президентская программа и помогла их закончить а построить почему бы то же самое тот же подход не перенести именно на спортивные крытые арены вот сейчас такая идея у меня возникла когда вот я стою возле легендарного монументального одесского дворца спорта который многое на своем веку повидал и 20 лет назад здесь баскетбольные муниципальный баскетбольный клуб одесса последний раз завоевывал чемпионство для нашего города здесь снимали приключения электроника здесь проводили самые разные соревнования если уж так это место всем подходит до всех она устраивает так давайте сохраним давайте за него поборемся если уж президентская программа включилась за борьбу за олимпийц который здесь вот недалеко и на нем есть гриф к вылоке почему бы не возрождать и не восстанавливать одесский дворец спорта а вместе с ним и баскетбольные одесские традиции посмотрите что сейчас происходит советской баскетбольные команды которая проигрывает по 40 50 очков которые они в состоянии набрать даже состав нормальный даже легионеры едут мягко говоря сомнительного качества может быть тогда и случится возрождение одесского баскетбола если на месте побед на месте одесского дворца спорта будет именно творец спорта кто-то мне может быть возразит а как же хоккеисты тут же ледовая арена вы знаете в развитых странах в развитых городах один комплекс подразумевает и хоккейную и баскетбольную площадку смешно конечно приводить пример нью-йоркской арены медисон square garden когда нью-йорк рейнджерс и нью-йорк никс хоккейная баскетбольная команда поочередно проводят там свои матчи и в течение нескольких часов лед заливается затем паркет потом опять лед паркет лед и ничего страшного не происходит понятно таких денег никто на эти системы как говорят ноу-хау хотя это далеко не 21 век она эти системы обновления покрытия тратить не будет но почему если мы говорим о евро баскете если мы говорим о зарождении каких-то хоккейных традиций об этом не подумать до вернуться к свайному полю на пересыпи задача практически нереальная мы это понимаем хотя я сторонник этой идеи чтобы строить там но на данном этапе мне кажется гораздо меньше средств понадобится чтобы привести в порядок ныне существующий дворец спорта по крайней мере мы сохраним жизнь этому как я уже сказал монументальному объекту за плечами которого огромная спортивная история давайте вместе об этом подумаем это была колонка редактора по-прежнему виталий хемий смотрите репортер история история Продолжение следует...